всем привет сегодня суббота у нас довольно ну как сказать пасмурно можно так сказать потому что тучки ходят вот а мне сегодня опять ехать забирать цветок это у меня уже видимо традиция по субботам под дождем цветы ездить забирать так получилось что я участвовала в закупке в той же где уже забирала вот в прошлые прошлые выходные антуриум монтана я там вставала еще на один антуриум и забыла сняться у меня такое бывает ну и он набрался пришел уже надо ехать забирать не могу же я не выкупить правильно если я на него вставала на этот антуриум и заодно хочу сходить на выставку сейчас у нас проходит выставка в кировском универмаге это можно сказать почти что на той же станции метро то немножко пройти пешком чуть-чуть совсем там выставка фиалок и пони и по моему еще чего-то какие-то там цветов комнатных вот хочу сходить посмотреть заодно раз уж я в ту сторону поеду и вот думаю попаду ли не попаду опять под дождик может быть крокса с собой взять чтобы если вдруг будет дождь уже не это не в туфлях ходить по воде в галошках но надеюсь что распогодится ведь какое небо хотя вроде бы и солнышко сквозь точки пробивается но вполне вероятно что будет дождик сегодня прям послушных идет рядом может как слушается видимо отлегло у него вдоль кустиков и еще я придумала как повесить лампочку у себя на стеллаже на угловую полку уже прицепила потом вам покажу при разборе добра да там ненужного расхламление я бы сказала потому что начинаешь распихивать то что приходится перевозить из одной комнаты в другую да кто не знает у нас ремонт вот и я нашла лампу прищепку белого цвета не такой как я показывала в леруа мерлин но похожую а другую там получается лампочка сама выглядывает из плафона и она там ну как бы светит нормально я такая маленькая и я думаю что будет хорошо я уже повесила мы посмотрим так что тот удлинитель который я купила в леруа мерлин тоже вот на е27 на лампочку думаю что он мне не пригодится но пускай лежит в хозяйстве все пригодится когда-нибудь приду покажу что у меня получилось показать как я прицепила в итоге лампочку до чтобы освещать вот эту полку эту и эту на своем стеллаже нашла у себя удлинитель и точнее удлинитель тройник в данном случае четверник вот все это вставлено в умную розетку вот вот она ну и розетка свою очередь вставлена в розетку вот это пока пока временно освещается вот этой прищепкой такая вот лампочка на прищепке я ее использовала для подсветки окна в нашей спальне вот она у меня была прищеплена к стеллажу к железному которыми на окне стоял сейчас пока вот я сюда и принесла но ведь он никакой получается вынос вот она довольно низко висит над растениями плюс она уже ведь старенькая такая мутная стала я уже год с лишним вот и нашла у себя вот эту лампочку на прищепке тоже такая она беленькая видел она лампочка туда не утапливается глубоко в плафон то есть она вот но сверху грубо говоря смотрите как она прозрачненькая волны и довольно высоко она получается висит место еще есть до растений очень удобно сделала сама не прибегая к помощи мужа вот то есть мне нужно теперь получается наверное еще одну такую же купить лампочку белую вот и сюда присобачить также здесь вот прицеплю где-нибудь вот здесь вот заверх чтобы ее было не так видно вот и будет у меня здесь также подсвечиваться у меня есть такая на прищепке которая сейчас у меня в аквариуме временно исполняет роль лампы вот она вот но черное некрасиво я думаю если черную повесить некрасиво надо все-таки купить белую все будем собираться поедем на выставку в общем я тормоз я приехала ровно посередине от того места куда мне надо было мне одинаково теперь то место где нужно забирать растения и одинаково до места где проходит выставка в общем так мы и живем очень я перепутала станции метро и вышла вместо нарвской на кировском заводе я почему-то была уверена что кировский универмаг и значит метро кировский завод а потом уже когда поднималась на эксплуатри вспомнила что там же должны быть нарвские на ворота когда выходишь думать с я вам их еще засниму а потом было какие нафиг нарвский на ворота на кировском заводе но в общем решила идти забрать растюхи пешком а потом уже пойду тогда в обратный путь а на выставку но уже правда с растениями не очень будет удобно снимать пакетом но ничего не поделаешь кстати распогодилось солнце так что никакие мне кроксы не понадобились и зонтик я не брала с собой в общем пойдем гулять сейчас немножко может что-нибудь вам поснимают город красивая площадь это проспект статчик площадь никак не называется насколько я могу понять из детства и табличка написано просто проспект читать вот так вот украшены клумбы бегониями много так много много таких клумб и все украшены бегониями вечно цветущими разного цвета вот с этой стороны идет раздвоение распект стачек и улица красная путиловская я здесь вообще никогда не было для меня это сейчас открытие я даже не знала куда в какую сторону повернуть сначала и смотрите как здесь обыгранной клумбой я как-то раньше не особо обращала внимание что высаживают клещевину вот видите это очень ядовитая ягода ее лучше не есть ни в коем случае там внутри в этих орехах созревают такие плодики похожие на бобы вот они очень ядовиты но смотрится красиво кстати очень много автобусов практически все заменили вот такие автобусы цвета морской волны такие красивые только не знаю принцип выбора цвета для этих автобусов наверно потому что город порт типа морской поэтому и автобусы морские вот какой здесь обед марафон роллеров столько много А я тем временем все иду, и иду, и иду, и иду, уже пожалела, что не села в метро, потому что я прошла уже не знаю сколько километров, наверное километра три, а площади стачек все нет и нет. Зашла фикс прайс, устала идти, увидела фикс прайс, зашла короче туда, пошоркалась там на 800 рублей, набрала какой-то фигни, мороженку съела, в общем, пойдем дальше искать Кировский универмаг, сейчас я пока хожу, уже там и выставка нафиг закончится, и зря искала, зря шла пешком. Ура, товарищи, я дошла, вот они, Нарвские ворота, рядом с ними справа это метро Нарвское, ну и вот, собственно говоря, этот универмаг Кировский, сейчас пойдем искать выставку, если она, конечно, не закончилась еще. Нашла, вот она выставка, тут и фиалочки, и бегонии, и даже, вот какая красота. Природные бегонии есть, полиусы есть, смотрите, какие красивые. Эписцы, смотрите, какие красивые, фикусов много, всяких классных, полечки. Какая интересная. Ну и, конечно же, море фиалок, смотрите, какая красота. Валарте Кампанас Маратес, я так любила его раньше, очень красивый. И вот еще какой красавец. Фиалочки тоже все можно приобрести, либо листочком, либо зеточками, смотрите. Все, цены все подписаны, очень удобно. Пришел, выбрал, на фотографиях видно, что это за соль. Вот еще растения. Цветочки купленные, упаковывают. Красота. А вот эти, такие примерно, лучше розовые, да? Ну, в основном, все красные. Нет, я имею в виду в рассеянке. А, синие? Ну, они синие, синие, вот это, синие примерно. Шлюмбергеры, смотрим много, сколько. Вот, кстати, фикусы вижу, которые я купила на днях. Вот только не знаю, что это за сорт, не подписано. Но похоже, очень похоже. Смотрите, сколько много символиумов. Не очень неудобно снимать. Руки заняты пакетами. У меня уж так уж, наверное, будет трястись камера. Но все-таки заснять хочется. Смотрите, какая красивая. С такими цветочками крупными свисает. Это все фуксии, я так понимаю, разные. Очень много. Здесь можно посмотреть по-подразному. Ну и фиалочки, конечно. Когда начинаешь смотреть, опять фиалочки. Опять хочется, хочется, хочется. Но нет. Того, что у меня уже есть, мне достаточно. Красота. Смотрите, какая красивая. Понравилась вот эта бегунья. Я ее давно очень искала. Кис Смит. Хочу купить. Ну вот, вышла я уже с выставки. Вышла вам тут специально показать ворота. Нарвские. Смотрите, какая красота. Такие они огромные. Прям мощь. И им подстать в здание метро. Тоже так вот она обыграна зеленым цветом. Красиво смотрится. Ну вот и все. Подошла к концу моя сегодняшняя прогулка. Нагулялась я вот так вот. Находилась. И так далее. Сейчас поеду уже домой. На этом видео сегодняшнее я буду заканчивать. Новиночки покажу уже, скорее всего, завтра. Уже просто у меня сил нет, на самом деле. По поводу выставки. Ну, выставка. Это одно название, конечно. Там в основном идет продажа растений. Очень много фиалок. Бегоний природных. Фуксий. И близких родственников к ним. Что понравилось? Понравилось, что, ну, в принципе, все растения подписаны. Не знаю, как взять, чтобы руки-то не влезали в кадр. Растения все подписаны. И сфотографированы. Можно купить либо на срез. Можно купить укорененные листья, черенки и так далее. Народу мало участвует в выставке продажи растений. Наверное, человек может от силы пять представителей цветочного мира. Вот. Я купила себе бегонию. Кейн. Кейсмит. Она очень похожа на бегонию Лукинглаз. Но она немножко другая. Она карликовая. У меня Лукинглаз была. Она такая огромная. На пол окна была такими огромными лопушинами. И в итоге мне пришлось от нее отказаться. Потому что она съедала место столько, что на этом месте можно пять бегонии кейн растить. На выставке еще понравилось, что там упаковывают. Все, что вы купили, можно подойти и упаковать. Чтобы все это в целости и сохранности довести до дома. Ну и все, собственно говоря. На этом и все. Поеду я домой. А новиночки покажу в следующем видео. Уже встретимся с вами в следующем видео и посмотрим. Все. Пока-пока. Спасибо за просмотр, за лайки, комментарии.